26 сентября весь мир отмечает смирный день контрацепции, который тогда-то в 2007 году был инициирован 10-ю международными организациями, такими как Фонд народонаселения ООН, Международная Федерация планированного родительства и многие другие, которые отметили, что есть необходимость сделать аккордную дату в сентябре значимой и слышимой для населения, для того, чтобы напомнить людям о том, что есть возможность на сегодня каждую беременность сделать желанной. То есть создавать условия для того, чтобы женщина могла планировать свою жизнь и свою репродуктивную функцию сделать также управляемой ею лично непосредственно через использование метода планированной семьи. Что такое контрацепция, я думаю, многие знают, но тем не менее, может быть, для многих это будет открытием, потому что на сегодня современная медицина говорит о более чем 40 методах, различных методах планирования семьи, которые так или иначе в течение последних 60-70 лет очень активно. Я могу сказать, что, например, на сегодня гормональная таблетка празднует свое 60-летие, потому что в прошлом веке, в 60-м году она была официально зарегистрирована и, конечно, очень серьезно трансформировалась на сегодня по содержанию гормонов, по воздействию на организм жилищины, по тому микроцептивному эффекту, который гормональная таблетка имеет. И это, наверное, отдельная тема для разговора и публикации, как используются на сегодня гормоны, насколько они на сегодня стали частью жизни многих женщин, и насколько эффективны гормональные таблетки, как в вопросах контрацепции, взятые не в контрацептивном эффекте. Но то же самое, можно сказать, на самом популярном методе контрацепции, как презерватив, который, кстати, имеет свою аккордную дату в году 13 февраля, Всемирный день презерватива. Но, тем не менее, я хочу об этом сказать и сегодня, потому что презервативы – это, наверное, единственный на сегодня очень популярный метод контрацепции, который используется мужчиной. Но, к сожалению, исследования, которые проводим, например, мы в нашей стране, наши коллеги в соседних странах, говорят, что мужчины почему-то используют презерватив больше как метод защиты от эффективности, полным путем, но никак метод контрацепции, но в той степени никак не мог использоваться. Возможно, что здесь тоже есть принципиальные вопросы, связанные с таблиционным подходом, с семейным отношением и к отношению мужчины, к планированию семьи. И это тоже один из серьезных вопросов, когда мы говорим о том, что мужчин больше необходимо информировать о контрацепции, о том, как они могут в этом участвовать, как они могут управлять процессом. Насколько это важно для качества жизни внутри семьи, ну и, конечно, для того, чтобы иметь только желаемую беременность у своей партнерши. Наше исследование, поскольку было заявлено, что, говоря о контрацепции, мы будем в первую очередь говорить о том, как используют контрацептивы наши молодежи, насколько она информирована в этой области. Мне, конечно, хотелось бы отметить, что в 2015 году был официально запущен урок по здоровому образу жизни. И в честь Министерства образования и Министерства здравоохранения нашей страны это был достаточно качественный учебник с разработкой уроков для учащихся от 6 до 11 класса. В принципе, в течение года каждая параллель могла получить всего там 8 уроков. Но при этом это качественные уроки о репродуктивном здоровье, о репродуктивных правах и, конечно же, о методах планирования семьи. Но, к сожалению, наше исследование показывает, что пока на сегодня этот урок, также как и сам, само методическое руководство для классных руководителей, используется всего лишь в 27% школах. Остальные школы не используют данный инструмент как возможность расширения информированности наших школьников в отношении их репродуктивного здоровья. Исследование это проводилось Альянсом по репродуктивному здоровью совместно с Общественным фондом СМАК-ЖЕРАМ. И только хочу отметить, что все исследование проводили сами молодые люди. И это было, конечно, вдвойне интересно, потому что было необходимо и в школе найти учителей, и с ними провести интервью, и с ребятами сделать исследовательский процесс очень интересным. Так вот, само исследование показало, что на сегодня очень многие ученики заявляют о своей потребности в этих знаниях. И даже есть отличия, например, мальчики больше говорят о том, что они хотели узнать о половом созревании собственном и половом созревании девочек в более расширенном понимании. А, наверное, девочки заявляют, что им больше хотелось узнать о гендерных вопросах репродуктивного здоровья и непосредственно о контрацепции. Но я думаю, что здесь ответ очевиден, да, почему девочки ищут больше знаний о контрацепции, потому что все-таки большинство контрацептивных ресурсов на сегодня человечество предлагает, в первую очередь, женщине. И у нас есть эта возможность предоставить качественную информацию. У нас на сегодня есть эта готовность непосредственно информационного поля. Но почему школа, семья и сами молодые люди используют это не в том объеме, как бы хотелось, это вопрос, который, наверное, еще нужно исследовать. Но я хочу отметить, что на сегодня статистика показывает, что вот использование контрацептивных средств среди молодых людей до 25 лет, оно более активно сейчас, оно активизировалось за последние 7-8 лет и набирает оговороты, что не скажешь, что женщины более старшего возраста. Я думаю, что Нурбуль с надковой у нас еще познакомится с этой информацией более подробно. А, к сожалению, на сегодня нужно отметить, что сам потенциал учителей и врачей в отношении вопросов планирования семьи, конечно, очень низки. И есть необходимость создавать специализированные программы не только в нарушении квалификации, но и специализированные программы до дипломной подготовки таких специалистов, для того, чтобы они умели вести качественное консультирование с женщинами и мужчинами, с мальчиками и девочками о вопросах планирования семьи и контрацепции. И это, конечно, должно быть особое внимание со стороны министерств и ведомств, которые занимаются этими вопросами, которые являются ключевыми в этой области. Еще несколько моментов. Мы говорим о том, что культурные и социальные барьеры в отношении использования и контрацепции имеют место быть в нашем обществе. Связаны они с определенными запретами или табуированностью темы вообще сексуального и продуктивного здоровья. И очень многие родители в наших исследования говорят о том, что они бы с удовольствием отдали культуре информирования подростков и молодежи, например, в школе или врачу. Об этом говорят 57% родителей. А вот сами проводить воспитательную работу в семьях, только 13% родителей готовы и заявляют об этом, что они это делают. То есть мы можем, конечно, представить, что на сегодня для молодых людей информация о контрацепции, о планировании семьи, о собственном деле, о сексуальных отношениях закрыта внутри семьи. И где нужно искать эту информацию? Наверное, хорошим источником информации могли бы стать интернет-издания, средства массовой информации нашей страны. Но наши исследования показывают, что на сегодня даже консервативные российские средства массовой информации имеют больше тел, связанных с сексуальным и репродуктивным здоровьем, чем наши. И освещают это гораздо чаще, чем наши. Вот за последние 7 месяцев, которые мы изучали наши средства массовой информации, проведу ли передачи, которые каким-то образом касались, по-моему, 7 дней, всего лишь 3 дней. На национальных, в национальных средствах массовой информации и где-то около 7 дней на локальных радиопрограммах, которые освещают, например, темы развития Северской области, Таванской области и так далее. И, конечно, это крайне мало, потому что мы понимаем, что вопрос репродуктивного здоровья это не только использование презерватива, это не только вопросы рождаемости, это и вопросы гендерных отношений и прав, это вопросы насилия сексуального в том числе. Мало, например, кто знает из наших респондентов, когда мы изучали, куда нужно обратиться и что нужно сделать человеку, который подвергся сексуальному насилию. Хотя мы везде всегда говорим о том, что первые 72 часа способны защитить жертву сексуального насилия от нежелательной беременности, от эффектов, передающихся головным путем, от ВИЧ, если сделать необходимую терапию, если предоставить соответствующие ресурсы, ну и информацию. И это все вокруг контрацепции, и это все вокруг как раз-таки тех информационных полей и искусственно создающихся, например, больных. Вот у нас сейчас была дискуссия в отношении роли религиозных организаций в этих вопросах. И какое-то время было, когда религиозные организации достаточно активно помогали нам в продвижении средств планирования семьи и поддерживали программы планирования семьи, потому что имели соответствующую информационную поддержку и имели соответствующее понимание этих вопросов. На сегодня, к сожалению, да, мы вынуждены говорить, что достаточно серьезная реакция, негативная реакция мы получаем со стороны религиозного сообщества в отношении планирования семьи. Хотя если говорить об опыте других стран, исламских стран, то вот я могу вам привести пример, например, Марокко, Ирана, Бахрейна, где за последние 15 лет использование контрацепции выросло на 25%. При этом участие мужчин в этом процессе очень активное. И эти вопросы поддерживают внутри как правительство страны, так и сами религиозные организации. Это вот как пример, да, то есть международной статистики в отношении стран с исламским управлением внутри. Ну и я коротко и хочу дать возможность со своим коллегам сказать... Спасибо большое, Галина. Очень интересная информация. Спасибо большое. Тема продолжается. Так что Турдонбульс Монкуловый, еще раз напомню, тем, кто отслеживает нас в интернет-пространстве, руководитель программы по репродуктивному здоровью Фонда ООН в области народного населения. Прошу вас. Доброе утро. Я позвольте мне припоследствии от Фонда ООН в области народного населения. Я хочу поздравить всех женщин и мужчин непродуктивного возраста с этим днем, потому что он дает возможность населению сколько и как, в каком количестве запланировать свою собственную семью. И прежде всего я хочу сослаться на лозунг, который этого года ознаменован в день контрацепции. Это «Каждая беременность должна быть желанием». Мы понимаем, что планирование семьи, она всегда стоит на трех поступатах. Это интервал между родами, который должен быть минимально хотя бы 2,5-3 года. Это беременность должна быть желанием, то есть у него, у этого ребенка будет любовь со стороны родителей. И ответственность ребенок должен быть запланированность. Ответственность родительства за того, что ребенок до 18 лет получит достаточное образование, получит достаточное благосостояние. Помимо того, что он будет желанием и любимым. И прежде всего, мне хочется сказать, когда мы говорим, что беременность должна быть желанной, мы должны всегда опираться на то, что у нас материнская смертность занимает 2-е месяц, в результате восточной группы Центральной Азии. Несмотря на то, что в последние 4-5 лет идет очень динамичное снижение материнской смертности, из 35 до 25 на 100 тысяч жилородины. То есть очень достаточно хорошо в Министерстве здравоохранения работает над снижением материнской смертности. Однако в структуре причин материнской смертности поменялась структура. Первое место всегда занимало кровотечение. Сейчас первое место занимает хроническое заболевание. То есть 1-3% в структуре причин материнской смертности занимает хроническое заболевание, когда женщина умирает. Что это говорит? То есть то, что женщина, имея уже в своем анамнезе хроническое заболевание, она, несмотря ни на что, запланировала эту беременность. И риск материнской смертности возрастает. При этом, если посмотреть структуру в секторе здравоохранения, в Центре электронного здравоохранения, интервал между родами, на сегодня, в прошлом году, почти 160-159 тысяч родов было. Из них 9,6% интервал родов был менее одного года. От года и менее. То есть это взять примерно 16 тысяч женщин, прожаясь каждый год, она родила в январе, родила до января в следующие годы. Имение двух лет – это 22%. Это более 32 тысяч женщин, прожаясь через два года. То есть отдохнуть, не отдохнуть, не организм, не запланированно. Насколько действительно самой женщине поднять и быть с ребенком совместно, чтобы это поднять, это, конечно, большое влияние на саму семью. И в связи с этим мне бы хотелось бы сказать, что, несмотря на то, что сделаются очень большие усилия со стороны Министерства здравоохранения, есть глобальная платформа. Глобальная платформа, которая создана несколькими международными организациями, включая нашу организацию, и Берли Линды Гейтса, и там есть и международная организация Великобритании, и несколько других организаций, которые как раз-таки совместно с частным центром, такие очень большие, большие международные частные организации коммерческие, Водофоны, например, да, в Меркодинетах организовали глобальную платформу. Посмотрели, где же планирование семьи самое проблематичное. И она посмотрела, что в странах Восточной Европы и в странах в трех странах существуют проблемы, это Таджилистан, Таджилистан и Кыргызстан. И Министерство здравоохранения вовремя взяла определенные обязательства на то, чтобы все-таки помочь программе «Контактной семьи». С 2015 года ни одна нежелательная организация не поставляет адресативные средства. Небольшая толика идет со стороны глобального фонда, но, как правило, она нацелена адресом на ключевые группы. И могу сказать, что страна, которая привыкла получать инвентарную помощь, она осталась один на один. Как же получать именно тем людям, у которых действительно риск материнского смертных, те, у которых есть хронические заболевания, те, которые не в состоянии себе купить, те, которые не имеют доступ к контрацептивным средствам с силой ценовой стоимости, высокой ценовой стоимости контрацептивов. И, конечно же, Министерство здравоохранения в последнее время понимало, что уровень использования контрацепции резко снижается, особенно с 2015 года. Если у нас в 2015 году было 38% коэффициентов, сейчас он уже 23%, то есть это идет очень резкое снижение, то есть 23% женщин могут себе позволить использовать контрацептивные средства. Что это говорит? Это говорит о том, что в Министерстве здравоохранения очень большие финансовые проблемы к доступу к контрацептивным средствам и к ценовой стоимости, ценорегулированной. С 2018 года Министерство здравоохранения решило закупать медико-социальную группу. Они сделали такие критерии, где есть какие-то определенные хронические заболевания, которые могут повлиять на риск материнской смертности, включая, конечно, лицограничные возможности, дателям, право репродуктивного выбора. Сумма, конечно, небольшая, около 50 тысяч долларов в год. В этом году они проверили тендер в условиях даже ковида на 5 миллионов сомов. Эта сумма небольшая на сетях будет республика. И, конечно же, получая адрес на их принимать, это достаточно очень большой механизм, который в Министерстве здравоохранения необходимо сделать. Но мне бы хотелось бы сказать о том, что помимо интервала между родов и желанностей, запланированности ребенка, в планировании семьи есть очень много, чтобы был создан сброс. Пойт в то с повышением информированности населения, а тех или иных видов контрацепции, которые существуют. На сегодня в нашей стране очень узок рынок контрацептивных средств. Мы имеем определенные оральные таблетки, мы имеем внутриматочную спираль, мы имеем презервативы. Но у нас нету достаточно большого выбора для того, чтобы репродуктивный выбор был принят во внимание. И мне бы хотелось сказать, есть такие импланты, которые можно подкожно внести. В течение пяти лет, в принципе, женщина будет иметь возможность запланировать свою семью. Вот когда мы говорим о контрацепции, иногда люди немножко воспринимают по-другому. Давайте посмотрим женщину репродуктивный возраст. Если она начнет рожать с 20 лет до 45, у нее 25 лет. Если она будет делать хотя бы интервалы между родными, у нее минимум 5-6 детей будет. То есть если она 20 родила, в 24, в 28 и так далее. То есть она может иметь достаточно детей, но придерживаясь только интервала родов. Это самое главное в планировании семьи. И тот интервал, который у нее остается, она могла бы придерживаться, используя тот или иной метод контрацепции. Я призываю всех женщин, всех мужчин репродуктивного возраста, чтобы они оберегали свою семью, чтобы у них было всегда желание того, чтобы ребенок был не только желанный, он был запланированный, и чтобы у ребенка было счастливое детство. Я передаю слово Светлане. Спасибо, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо. Этот день для нас, то есть мы его рассматриваем не столько как праздник, сколько как возможность информировать, дать информацию, опровестить и общественность, и власть о проблеме нежелательной беременности, о проблемах, связанных с репродуктивным здоровьем, из-за недостаточности и доступа к контрацептивным средствам и методам. О том, что нежелательная беременность на сегодняшний день очень частое явление, всем об этом известно, и, к сожалению, очень часто с этим сталкиваются не столько взрослые женщины, сколько подростки и молодежь. И я как доктор могу сказать, что нежелательная беременность в молодом и подростковом возрасте очень опасна. Как раньше считалось, что как прерывание беременности в этом возрасте, так и рождение ребенка опасным является для подрастающего организма, то на сегодняшний день, наверное, все-таки вынашивание рождения ребенка в этом возрасте, я имею в виду подростков возраст, все-таки, наверное, большую проблему составляет в силу того, что подрастающий организм не справляется с возлагами на него нагрузкой. И порой, благодаря тому, что сейчас внедрены все-таки методы безопасного прерывания беременности, все-таки порой прервать беременность бывает более безопасно для девочки, нежели сохранять эту беременность в будущем. Если говорить о методах контрацепции, то доступ к ним, к сожалению, слабый на сегодняшний день. Но радует, что молодежь сама стала интересоваться этим вопросом. Конечно, это еще зависит от региона, в которых проживает молодежь. Если говорить о более крупных городах, о столице, у нас более информированная молодежь, и она сама интересуется, она сама обращается к специалистам за помощью, с целью подобрать метод контрацепции. Если говорить о более отдаленных регионах, то тут, конечно, более худшая ситуация. И это не только в связи с тем, что дети не знают эту информацию, но и с ограничением со стороны семьи, прямо ближайшего окружения. Потому что считается, что это тема таблина, и что подростковый возраст — это не тот возраст, когда нужно начинать половой жизнь. И очень часто в нашу огород, как говорится, летят камни, что внедрение сексуального образования провоцирует, например, начало половой жизни. Мы с этим не согласны, потому что у человека это потребность от природы, и так или иначе он начнет жить половой жизнью. Наша задача все-таки является информирование его о том, чтобы это начало было для него и для его партнера более безопасным. В связи с чем применение методов контрацепции дает нам такую возможность. Потому что на сегодняшний день, если говорить о защите от инфекции, то это, конечно, в первом месте это презервативы, как мужские, так и женские. А если говорить о защите репродуктивной системы в целом, то для этого у нас есть гормональная контрацепция. Она дает нам массу неконтрацептивных положительных свойств. Если вкратце сказать, что это и регуляция менструального цикла, это и защита от многих гормонезависимых заболеваний, это и лечение этих же заболеваний, и даже профилактика онкологических заболеваний органов малого таза на довольно-таки продолжительное время. Так что я всячески приветствую внедрение и привлечение к вопросу о контрацепции. И давайте все-таки будем вместе в этом плане работать, повышать информированность населения. Но и не только. Наша задача еще должна быть, чтобы у людей был доступ к приобретению средств контрацепции. Потому что, к сожалению, стоимость их сейчас тоже не дешевая. И на это тоже должен взять акцент. Если даже для семьи, то есть для женщин в браке стоимость препаратов порой и кусается, то что говорить о подростковом возрасте, когда у ребенка просто нет еще своих собственных денег для этого. И поэтому и государство, и общественные организации должны в этом плане должны идти на помощь. Потому что, к сожалению, если говорить о полихлиническом уровне, то предоставляют методы контрацепции в основном, на любодной основе только для женщин в браке. А о подростках и о молодежи забывают. Поэтому я очень приветствую и привлекаю к этому. Спасибо. Большое спасибо. Это для статистики непосредственно. Может быть, ее будут использовать наши средства информации. Например, в 2015 году охватка перцептивами в нашей стране семейных пар и пользователей вообще-то перцептивами в нашей стране было из числа сексуально активных людей от 15 до 45 лет 38%. Потом этот процент стал немножко повышаться, до 41% мы дошли. А вот, например, в мире в этом же году, в 2015, охватка перцептивами составлял 57%. Я, кстати, говорю о контрацепции, которая является надежными методами. То есть вы видите разницу, что она достаточно значительная. Почти на 20 с лишним процентов мы отставали от мировых трендов. Например, в Германии гормональными контрацептивами пользуются половина семейных пар. А в Европе в целом, например, гормональные таблетки используют каждую четвертая женщина в половину семьи. В Кыргызстане, к сожалению, этот процент следующий. Вот, кстати, по 2015 году это составило всего 11%. То есть вы видите опять разницу, понимаете, насколько еще далеки мы от возможностей использовать современные методы. И это как бы один из моментов, который для нас кажется очень актуальным, и мы над этим должны продолжать работать. Спасибо большое. Вопросы? Есть вопросы наши? Да, скажите, пожалуйста. Вопросы? Да, скажите, пожалуйста. Вопрос будет. Вы озвучили, да, про табуированность темы репродуктивного, сексуального воспитания, здоровья. И вы озвучили вот про некий урок. Что это за урок? Потому что, насколько я знаю, там были какие-то скандалы, по-моему, в итоге от этого всего отказались. И все-таки он проводится. Да, история вообще сексуального образования в нашей стране, она такая драматичная. И, кстати, Альянс по репродуктивному здоровью был одним из игроков в этом спектакле, который анализирует иногда наши политики. С 2001 года мы все время говорим о том, что сексуальное образование должно присутствовать в школе. Кстати, хочу обратить ваше внимание. Еще недавно консервативные, достаточно серьезные системы образования, например, в соседних странах, в той же России, заявляют о том, что сексуального образования в стране не может быть. Но буквально вчера на пресс-конференции генеральный прокурор Российской Федерации заявил, что сексуальное образование должно быть обязательным в школе. И это прям удивительно для меня. Это такой серьезный прорыв. Наконец, даже консервативные страны заявили об этом. Так вот, Кыргызстан всегда шел впереди в отношении этих вопросов, но, к сожалению, очень серьезно воевали многие стороны. Так вот, в 2001 году, вы знаете, был большой скандал вокруг методического пособия для учителей по вопросам ЗОЖ. И от учебника тогда отказались. Он был разработан господином Шагнида и его командой. Но в 2013 году снова возникла серьезный такой общательный спор в отношении сексуального образования через неформальную организацию, ну, и через неформальную систему. И тогда в отношении Альянса по репродуктивному здоровью достаточно серьезные такие общественные размещения были, что наши буклеты не соответствуют культурным требованиям и так далее. И вот на основе, наверное, этого, этой дискуссии в обществе возникла идея создания в 2014 году большая команда педагогов, психологов, медицинских специалистов разработала методическое пособие для учителей 6-11 классов, притом для классных руководителей. И рекомендация была следующая использовать это методическое пособие при проведении классных часов. По сути, официального урока здорового образа жизни в нашей стране нет, но есть обязательства по внеклассной работе, где Министерство образования заявляет, 40 часов образовательного процесса 6-11 класс должны иметь вопросы сексуального репродуктивного здоровья и вопросы в целом здоровье, профилактики заболеваний, социально значимых в том числе. И понятное дело, что там есть темы связанные с контрацепцией, там есть темы связанные с безопасностью, с профилактикой насилия и так далее. Вот этот учебник на сегодня, он используется, ну как я вам сказала, по результатам исследований только в 27% школ нашей страны. Мы это исследователи во всей стране. Этот урок не классный урок? Да. То есть, что реально его используют это методическое пособие и проводят. Но вот, к сожалению, 27% школ. Иначе 27% учеников учебных с инфекцией информации получают и все это не знают. У меня сразу попутный вопрос. Я его хотела сразу задать. 27 школ из нескольких тысяч, которые существуют. Скажите, Министерство образования, науки и посвящения это контролирует, идет контроль проведение неклассных уроков и как они реагируют на это. Это первая часть вопроса и вторая часть вопроса. Вы говорили о том, что в Афрении, в таких очень арабских, мусульмодернизированных, если так возможно, выразиться, станок, очень резко повысился процент, вы сказали, до 25% по поводу контрацентра. По какой модели это происходило, возможно, это и у нас. И вы сказали, что это была работа правительства. Что вы можете сказать сейчас по ситуации с Министерством образования относительно 27 действующих школ на фоне 3000 недействующих? И возможно ли у нас совместная программа, когда правительство будет настойчиво проводить воспитательную работу по государственным хотя бы каналам. А можно передоваться ответом? 27% или 27 школ? 27 школ. Процент. А, процент. Процент. Ну, по крайней мере, те, которые мы изучили. Это в Талацкой области, в Иссык-Кульской области, в Чумской, в Джалабаде мы проводили исследование, в Баткине и здесь, в городе Бишкек. Поэтому мы можем говорить о репрезентативности этого исследования и о том, что эти проценты все-таки соотносимы с реальными ситуациями. Если говорить о реакции системы образования в этом вопросе, я, к сожалению, не могу сказать, что этот вопрос активно пробегается. Почему? Потому что, по-видимому, все-таки пандемия, связанная с ограничением в системе школьного образования, с онлайн-режимом, она продиктовала новые условия, к которым система была не готова. Я могу сказать, что на сегодня даже классные часы то не проводятся. И поэтому говорить о том, насколько мы на сегодня имеем охват информации, ну, можно сказать, ноль. Почему? Потому что новый учебный год показывает пока ситуацию, что классные часы не проводятся и мало информации дается в этой области. Но мы не стоим на месте. Например, я хочу сказать, что с общественным фондом СПИД Восток-Запад и Альянс Преподуктивного здоровья мы сейчас разрабатываем модули для онлайн-образования в этих вопросах и очень надеемся, что заинтересуется этим система образования. То есть население ресурсов есть. ЮНЕСКО создает замечательные образовательные фильмы в этих вопросах. Я тоже надеюсь, что в ближайшее время это заработает. Фонд народного населения, он здесь в Передстане разрабатывает на сегодня платформу для онлайн-игр связанных с вопросами просвещения по репродуктивному здоровью. То есть ресурсная база есть. Самое главное научиться ею пользоваться. И это задача, конечно, педагогов, и это задача тех людей, которые отвечают за эти вопросы. Если говорить о политических процессах, когда вы говорите, будет ли вообще на сегодня правительство заинтересовано в этом? Очень надеюсь, очень надеюсь. Вы знаете, вот пример Эстонии, например, которая всего 3,5 миллиона населения имеет, но тем не менее даже Кыргызстан умудряется оказывать помощь во многих вопросах, связанных с управленческими процессами, например, внутри системы здравоохранения. Так вот, у Эстонии 20 лет назад была такая ситуация, когда в студенческой среде высокий уровень наркомании привел к высокому уровню заражения ВИЧ-эффекцией. Они поставили себе задачу. Мы вольем деньги в систему образования, но индикаторы поставим в систему здравоохранения. И будем отслеживать, насколько эффективно образование дает информацию подросткам, чтобы они отказывались от наркотиков, чтобы они вели безопасность в безопасную сексуальную жизнь и так далее. За 5 лет они смогли это сделать. Может быть, и нам нужно попробовать на сегодня вот эти индикаторы эффективности образовательного процесса искать не в количестве проведенных уроков, не в количестве созданных учебников, а как раз таки в тех результатах, которые эти уроки и эти учебники дают нам в общих цифрах здоровья молодежи и подростков. В общих цифрах использования контрацепции, в общих цифрах материнской смертности, например, или подростковой беременности подростковых работ. Кстати, хочу вам привести статистику, что все-таки очень многие программы, которые на сегодня были сделаны международными организациями на стране, позволили нам говорить, что результат есть. Например, подростковая беременность, подростковые аборты и подростковые роды у нас сократились в городской среде вдвойне. Представьте себе, то есть на каждые 100 живорождений у нас появлялись там 8-10 девочек-подростков, которые тоже рожали и имели детей в возрасте 15, 16, 17 лет. На сегодня эта цифра 5. То есть мы с вами уже на сегодня смогли с помощью даже внешкольных программ сократить эту цифру. Если мы будем работать вместе, совместно, общественные организации, международные и правительство, я уверена в том, что мы дойдем до той замечательной цифры, которая есть, например, в Таланте, ноль подростковых беременностей, ноль подростковых хронов. А вот как участвовало правительство, что в Бахарине процент так возрос, особенно с участием мужчин? Отвечу. Очень интересная ситуация. Я специально изучала несколько хороших грамотных статей, рекомендую журналистам заглянуть. Если русскоязычные издания, то, наверное, российский электронный журнал Тимоскоп рекомендует посмотреть очень много хорошей научной литературы, хороших исследований. Так вот, исследования говорят о том, что в первую очередь первый такой задел произошел на Каирской конференции в 1994 году по народонаселению и развитию. Каирская конференция международная, она была знакомой и для нашей страны события. Очень многие международные документы мы тогда прописали и программы планированной семьи запущены были в этот период самые активные. Так вот, оказывается, тогда на Каирской конференции те же, тоже иранское правительство, тоже правительство Марокко заявляли о том, что, скорее всего, они не поддержат программы планированной семьи, поскольку они в той или иной степени не отвечают от их ценностей исламских. Но та же премьер-министр Пакистана, ну, знаете, Кута, госпожа Кута, она как раз-таки заявила о том, что она будет всячески прилагать усилия, чтобы в ее исламской стране эти программы заработали. И Пакистан за 15 лет показал очень серьезные результаты в сокращении медицинской смертности, в охвате контрацепции и так далее. Те самые показатели здоровья, которые были важными с точки зрения в целом социального развития. Большой прорыв в 2000 году сделал Иран неожиданно. И тоже именно правительство само заявило о поддержке. Вот как только правительство заявляет о своей поддержке программы, при том говорит, что это финансовая в первую очередь будет поддержка, уже через 10 лет странами нет результата. Притом очень важен. Спасибо. Вопрос в Нурбуре. Наша правительство готова оказать такую поддержку? будет? А, то есть мы пока школьные с 18-го года начинаем закупать интерцептии с 18-го? С 18-го года. И вот два года. Впервые, да. И 100 на 50 тысяч в МИЗе. Да, это МИЗе медико-социальное, потому что республика бюджет МИЗе за оборонение он сейчас проходит очень большая трансформация программ, для того, чтобы это было целевое адресное. Конечно же, это создано пока только для риска материнской смертности. Мне бы хотелось заострить внимание, что вопросы планированной семьи также связаны с вопросами насилия на гендерной почве. И в этом плане, конечно же, один из таких больших классов является сексуальным насилием. В условиях ковида, как раз таки, в условиях изоляции как раз таки происходит ситуация, когда семья начинает трансформироваться в новом, по-новому контексту изменения поведения. И сейчас мы уже видим, что сексуальные усилия семья немного возрастает. В феврале этого года совместное Министерство Дорохранения свободным обязательным и страхованием пересмотрело децентрализованную закупку, которая проходит на уровне первичной медико-санитарной помощи, на уровне поликлиники, нестационарной, чтобы была закуплена неотложная аптечка. Та аптечка, которой необходимо населению приходит в поликлинику, в центр семейной медицины на сегодняшний день, это официальная аббрибатура СССР или ВГСВД, он приходит к населению и может какую-то неотложную помощь на первый момент получить, для того, чтобы потом пересмотреть, следует ли его в стационар перенаправить или в дальнейшее какое-то лечение, но именно в неотложное состояние, которое он поступает. И в феврале этого года внесен либо нагистрел 75 мг для того, чтобы предотвратить нежеланную беременность, если женщина все-таки у нее так произошла, и там, резерватив порвалась, или она все-таки был насильственный половой акт, она могла обратиться в неотложную помощь китличной медико-санитарной помощи и получить этот препарат без властвия. Я знаю даже сейчас, что еще он работает с февраля, этот приказ, еще ни один центр семейной медицины не закупил этот препарат. И в условиях ковида, даже если идет самоизоляция, учитывая, что сексуальное насилие возрастает именно в семьях, не на улице, именно в семьях. И я думаю, что женщина может себе позволить, если она даже не в состоянии финансовым планом закупить, она бы могла обратиться и получить эту помощь на уровне поликлиники, на уровне центра семейной медицины. Но этот приказ работает с февраля этого года, ни один центр семейной медицины еще не закупил этот препарат. И я призываю, конечно же, руководителей первичной медико-савитарной помощи рассмотреть эту возможность, поскольку уже в Министерстве здравоохранения принято политическое решение о децентрализованной закупке на уровне поликлиники, чтобы оно было в наличии и чтобы женщина могла получить эту помощь. подростковая Можно вам вопрос задать уточняю еще? Вы говорили, что Казахстан до сих пор занимает второе место по уровню материнской смертности в нашем справедливом зеркском регионе, что снизилось ее количество, не поменялась причина, скажем так. А есть ли у вас такие данные по ответственности среди тех, кто не достиг совершеннолетия, то есть среди подростковых, то есть подростковая материнская смертность? Я не могу за 19-й буду сказать, но существует два отчета, официальные отчеты, которые приняты Министерством Драконима, это были независимые отчеты, называются конфиденциально обследование материнской смертности. И последний был представлен в 19-м году, за 14-15-й год более 145 случаев материнской смертности. И как раз таки два молодых человека, две молодые девочки, как раз таки умерли от материнской смертности. Разрез случаев материнской смертности был 14-15-го года. Из 145 случаев, которые были рассмотрены, две девочки умерли. Ну то есть за последние годы получается каких-то оперативных? Нет, статистически есть, у меня просто сомнитель оперативных результатов. Я могу апеллировать, что вот эти девочки умерли, в силу может быть того, что они были молодые, организм не был готов и, конечно же, низкой формировки среди самого семьи и населения он, конечно, присутствовал. Создание спроса на планирование семьи среди молодежи, особенно сейчас, очень высок. спасибо. У меня к вам вопрос и есть вопрос к Светлане. Вот вы сказали, что ежегодно в нашей стране, по крайней мере за минуту, как я поняла, было 159 тысяч годов. И я думаю, что все имели основную часть благополучной сходы. Мы должны радоваться опять тому с точки зрения демографической стойкости государства или напрягаться? В 2018 году Национальный статистический комитет провел комп, называется это такое индикативное большой класс наследование. Оно было охвачено на всей территории республики и как раз таки там показалось, что рождаемость, мы называем фертильность, в целом у нас 3,9 на территории республики. То есть что это говорит? Почти 4 ребенка и все женщины, которые у нас есть в стране, в целом в среднем 34 ребенка на каждую женщину. Высок прирост населения, потому что 2,9 в принципе когда уже идет демографический прирост. То есть у нас идет очень хороший большой и резкий темп прирост населения. Несмотря на то, что среди именно регионов идет 4,4 и среди города Чок и Бешкек это 2,6 но мы не говорим никогда о планировании семьи связано с приростом бождаемости. Мы говорим всегда о интервалах между людьми. Но однако мне хотелось бы сказать что из 9 тысяч родов почти 5 процентов это были подростки. То есть вы можете посчитать где-то около 9 тысяч родов приходилось как раз таки на младую население до 19 лет которая еще могла бы иметь возможность получить образование насладиться своей молодой жизнью конечно же это большое время для молодого ребенка и для всей семьи которая насколько она была готова или не готова мы сейчас не можем сами сказать но я думаю что это один из таких взломоков которые говорят подростковая рождаемость существует и она конечно может вести к рисковой сниженности спасибо большое но она тоже снижается или же например остается на том что подростковая рождаемость снижается и как раз таки то исследование которое национальный статистический комитет проводил в 2018 году результаты были представлены в прошлом году показал что в 2014 году это было 65 на тысячу женщин на сегодня мы занимаем 50 на тысячу женщин дростковая рождаемость снижается с 2014 года среди стран восточную Европу и Центральной Азии мы со второго места перешли на третье первое место занимает Азербайджан и вот считайте с 2014 года когда мы после Азербайджана были вторым местом сейчас мы конечно занимаем третье место после Азербайджана то есть сейчас в 2018 году у нас было 50 родов среди 50 коэффициент 50 подростковой рождаемости на тысячи женщин ну то есть из тысячи рождениц 50 было ищи коэффициент коэффициент если говорить о соотношении то на 100 женщин родивших а здесь на тысячи было 5 девочек а вот если так вы можете так использовать на 100 коэффициент подростковой рождаемости 50 на тысячи женщин у меня последний вопрос видите есть разница между коэффициентом и между тем что мы например 100 женщин и 5 девочек но вот лучше так потому что понятнее для населения не сам коэффициент у меня вопрос к свидания интересный вопрос не уходим а последний вопрос вы являетесь акушерным гинекологом клиники оленяц по планированию семьи и вторая часть меня заинтересовала и безопасного оборота меня проблема заинтересовала исключительно с точки зрения этих молодых женщин может быть даже девочек которые хотели бы привлекнуть к безопасному обороту возможно ли обор безопасен с точки зрения дальнейшей беременности куда обращаться как это делается и является ли это платным услугой медицинской просто чисто практически есть же люди которые в этом очень нуждаются и не знают куда им деваться да у меня сегодняшний день услуга безопасного аборта уже давно даже внедрена в нашей стране и она активно практикуется на сегодняшний день есть два метода безопасного прерывания беременности это медико-ридозный аборт и мануальная вакуумная аспирация действительно раньше считалось что даже первая беременность не должна была быть приемлемой потому что это приводило к рискам для будущего здоровья женщины и возможности ее дальнейшего лета рождения на сегодняшний день благодаря обновлению безопасных методик это стало возможным то есть сохранить ее здоровье и последующее рождение здоровых детей и на самом деле эти два метода себя очень хорошо проявили в силе с тем что при их применении очень низок риск осложнений в последующем конечно этот риск существует но у нас только минимальный если с обеих сторон все рекомендации все правила применяются то этот риск сходится практически к нему и к этим же методикам могут прибегать не только уже взрослые женщины но как я говорила и подростки и молодежь и на сегодняшний день эти методики внедрены большую часть клиника нашей страны но могу сказать о нашей клинике клиника олианско-репродуктивному здоровью с 2006 года применяются эти две методики и на сегодняшний день активнее всего применяется медикаментозное прерывание в связи с тем что еще повышается доступ к лекарственным препаратам для этого метода спасибо большое у нас осталось 5 минут Галина можно я вас скажу один вопрос 40 методов контрацепции о которых вы сказали существуют я в связи с возрастом об этом не подозревала сколько методов применять сумму 3, 2 а вот то о чем вы говорили что к сожалению на сегодня наш рынок очень леден в предложении почему потому что это в основном самые популярные презервативы гормональные таблетки и ВМС на самом деле рынок мировой предлагает гораздо больший выбор и даже соседний Казахстан в этом плане женщинам делает больше предложений и это вот один из моментов когда бизнес мог бы участвовать как вот социальной ответственностью бизнес социальной ответственностью мог бы как раз таки войти в наш рынок не знаю что он у нас небольшой может быть справился небольшой все таки с новыми предложениями такими как гормональный пластырь гормональное кольцо подкожный имплант затем патчи да специальные тоже но они как и пластыри это диафрагмы но почти женские презервативы которые к сожалению на сегодня есть в нашей стране но только у глобального фонда для ключевых населения то есть я вот сейчас бы перечислила достаточно большое количество так же как и сам гормональный в томе так он может быть гораздо больше и гораздо шире точно так же как и экстренная контрацепция то есть сразу после сексуального контакта использующаяся вот эти все методы они должны присутствовать на нашем рынке хотя бы для того чтобы у женщин был выбор это важно ну и конечно это расширяет возможности это расширяет вовлеченность и позволяет реально планировать семью я хочу отметить что на нашей страничке в инстаграме rsang.vg сейчас объявлен конкурс для молодежи на лучшее мнение о контрацепции и при поддержке такой достаточно серьезной фармацевтической компании как Gedeon Richter наши победители смогут получить очень хорошие серьезные призы вот призываю кстати молодежи после 25 не только вы можете кстати высказать просто как человек который то есть мы не говорим что есть там для молодежи конкурсы есть конкурс в целом для посетителей нашей странички и еще хочу отметить тоже одна дата которая возможно не будет отражена уже в конференциях 28 сентября отмечается Всемирный день безопасного аборта это еще один повод поговорить о вопросах как планирования семьи так и в целом поддержки женщины в отношении желанных и нежеланных деятельностей спасибо буквально две минутки осталось я хочу воспользоваться присутствием но куль скажите молодежь терпает какие-то сведения обрывочно отрывочно и в том числе из интернета как вы оцениваете достаточно ли в интернете качественных материалов воспитывающих молодежь в плане контрацепции и вот вы говорили о том что прорабатываются какие-то интернет платформы которые должны способствовать что это за платформы как они как они будут работать как скоро они появятся и как вы оцениваете интернет информацию если вы знаете есть ли там качественный контент который ребенок посмотрит они же там постоянно натурятся и что-нибудь настоящее для себя кроме каких-то других двух моментов найдет спасибо конечно очень трудно весь интернет интернет-пространство контролирует есть качественные качественные информации и некачественные и конечно же ребенку в этом информационном пространстве очень тяжело понимать насколько он как губка извлектую информацию по данным магазинам то что я говорила о платформе планирование 7.2020 это платформа как раз таки для министерства для того чтобы оказать техническую поддержку как в этом управлении работать и конечно есть очень много других платформ которые для лиц принимающих решения например организация 11.15 она предоставляет платформу всех определенных мануфактурных компаний то есть производителей завода по низкой стоимости контролирует контролирует и министерство захоронения может закупить за очень низкую стоимость 20 сомов внутриматочной спираль даже с учетом растамошки привоза сюда будет стоить вклассов государство все равно свой бюджет все-таки сэкономит и ценовая эффективность закупленных препаратов через портал ООН конечно будет намного ниже но среди молодежи конечно же здесь уже необходимо министерство правоохранения министерство правоохранения нужно как раз таки большую насильную проводить усилия и работу для того чтобы правильно и адресно давать информацию половому воспитанию на киргизском языке почему потому что здесь очень насколько это половое воспитание дошло через школы те кто которые являются основным ресурсом доставки правильной информации это было конечно очень важно потому что интернет ресурсы они бывают разные для того чтобы посмотреть насколько это качественно или не качественно это невозможно поэтому именно школа именно семья которая получает информацию среди медицинских поставщиков медицинских услуг также и школа которую предоставляют учителя это один из самых главных важных ресурсов которые могли бы создать онлайн на английском на киргизском на русском на языках для того чтобы ребенок получал правильный информацию я благодарю наше спикер я предлагаю вам чаще встречаться 24 потому что те сведения та информация которую вы сложили чрезвычайно цена важна и я думаю получит свой резонанс всем спасибо спасибо спасибо